Всем привет! Я Рут Трест, у вас всегда на канале. Мой канал посвящен электронной музыке, синтезаторам, барабанам. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Если вы не поставили колокольчик и не хотите пропустить мои новые видео, как только они выходят, поставьте колокольчик. Если вы хотите меня поддержать и задать вопрос, на который я буду отвечать в одном из своих видео, ссылка будет внизу. Давайте я вам расскажу, что это такая за установка, подкуда у меня и что это вообще такое. На самом деле это не барабанная установка, это на основе стойки людвиг для хай-хета. Я прицепил с помощью системы Джокера сюда райд и сделал также такую штуковину для снейр-драма. Играть на барабанах я не умею, хотя я на самом деле пробовал, учился, но короче не пошло это дело и решил просто не париться и использовал все это дело в записи. То есть я использовал эти тарелки для того, чтобы записывать там минутные какие-то сессии, настукивал. Также я использовал это как ваншоты. Но чтобы сразу вместе все играть, конечно, здесь нужны годы тренировок и у меня их нету, и мало того, я даже в этом не особо сильно разбираюсь, но как дизайнер звука я понимаю, что мне хочется разбавить вот такими вот живыми инструментами, электронную музыку для того, чтобы получить какой-то видимый мною результат. Эти тарелки, они не очень дорогие, я бы даже сказал, они самые дешевые, по-моему, они там медные или какие-то. В общем, короче, врать не буду, но я помню, что я когда изучал этот момент, я понимал, что мне нравится, как звучит там Зилджин Кей, такие тоненькие тарелочки, райд, который звучит очень низко, шелестит, что-то ближе к джазовому звучанию, и до сих пор мне нравится такой звук, когда очень все низко, приятно. Но денег на Зилджин Кей я тогда не нашел, да и, наверное, правильно сделал, вот, потому что не было бы в этом смысла, они просто бы лежали после одной записи. Но поскольку я люблю все такое кастомное, то я нашел в Петербурге какого-то мастера, по-моему, это был мастер Загребен, и я отвез этим ребятам свои тарелки, они там их простучали, сделали их, я не знаю, что там сделали, но, в общем, короче, тогда я вычитывал, понимал, что, наверное, будет лучше. Ну, они вот вставили мне такие клепки сюда в райд. Не знаю, насколько это круто, но, в общем, звук стал совершенно другой. То есть, о чем мы сейчас говорим? Я говорю не о том, что на них можно прямо сейчас играть, и они там очень круто сочетаются друг с другом, нет, это совершенно не барабанная установка, это, скорее всего, предметы такие, это такая полка, как вешалка для этих тарелок, и для снейра. Эти тарелки, из которых я просто могу извлекать какие-то звуки и на постпродакшене их там править уже, может быть, тональность там тянуть, может быть, еще что-то, может быть, там компрессором обрабатывать. Ну, компрессором обрабатывать и нормальные барабаны тоже можно, ну, суть в том, что это просто источник для записи сэмплов. То, что я с ними сделал, это я, наверное, дал им какой-то уникальный свой звук. То есть, если в магазине они сначала звучали так, а потом они, а теперь они звучат по-другому. И это, таким образом, для меня делает эту установку еще более родной, потому что я понимаю, что это единственный экземпляр таких тарелок. Ну, да, они, может, не крутые, но зато вот такие вот, единственные. Снейр у меня 13-дюймовый, он, по-моему, пикколо называется как-то так. Пластик, который здесь установлен родной, но также у меня есть еще другой, потом я тоже, наверное, с ним буду также экспериментировать. В общем, сегодняшняя задача максимально как-то интересно поизвлекать отсюда различные тембры. Даже не какие-то партии, а именно тембры, ваншоты, чтобы я мог потом использовать с одним из своих модулей. Расскажу примерно, как это будет выглядеть. Я буду записывать там 16 или там 32, ну, может быть, нечетные, да, могу 15 там ударов записать, ваншотов. И после чего этот сэмплер позволит воспроизводить эти ваншоты в рандомном порядке. Таким образом, когда я буду прописывать миди-партию, он будет играть различные сэмплы из этого длинного куска, и будет ощущение того, что кто-то играет вживую. Ну, по крайней мере, я рассчитываю на то, что у меня так получится. Поскольку это дело все давно лежало, я попробую сейчас таким образом пробудить интерес к такой записи. Если мне это будет интересно, то, может быть, я и прокачаю тарелки, ну, или вообще, в принципе, продам это, потому что оно лежит. Может быть, кто-то сможет на этом поучиться, поиграть, ну, или что-то типа того. Также у меня есть небольшая коллекция всяких перкуссионных инструментов, потому что, когда я покупал эти все инструменты, я тяготел к какому-то такому фолку, к электроакустическим звукам. Мне нравилось искать что-то аутентичное, какие-то ворганы. Я тогда записывал различным образом всякие звуки, шорохи, филд-рекординг. Ну, сейчас я не буду заниматься прям филд-рекордингом, но живую барабанную установку, создать из нее кит, свой уникальный персональный кит, перенести его в цифровую среду, я сегодня попытаюсь. Сейчас я начну со снеера, потом я перейду на тарелки и закончу уже перкуссии, после чего я сделаю небольшую обработку в компьютере, сделаю динамическую обработку, то есть, наверное, какой-то компрессор будет. Посмотрим. Не знаю вообще, что получится. Писать я буду все это на зум-микрофон. Да, я знаю, что барабанную установку пишут на разные микрофоны, то есть тарелки надо писать на один микрофон, снеерк на другой, но поскольку у меня всего этого добра нет, у меня есть просто вот такой зум-рекордер, который меня все время раньше устраивал для таких задач, и я записывал им все, мне очень нравится, что получается. У него тоже есть несколько видов микрофонов, там, по-моему, 4, вроде написано 5, но когда я его разбирал, вроде я там 4 капсулы нашел. Короче, он пишет mid-side, он пишет xy, я, наверное, буду писать mid-side, по крайней мере, снеер, точно буду писать в моно. Тарелки, возможно, я запишу xy для того, чтобы иметь какое-то стерео, такой вот, ну, какой-то акустический пространственный эффект. Я поставил сюда немножко изоляции для того, чтобы звук не совсем отражался от стен, потому что они находятся вблизи этих стен. И посмотрим, что получится. Буду стараться микрофон приближать как можно ближе, сделаю максимально тише приемник, чтобы не было перегруза. И буду по-разному извлекать отсюда какие-то звуки. Надеюсь, у меня что-нибудь получится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Что же, барабаны мы записали. Не знаю, что получится. Пока пишешь, кажется, наверное, ерунда какая-то. Но, как всегда бывает, что на постпродакшене проверяешь все, и потом начинаешь проверять в деле. Все очень круто, на самом деле, получается. Надеюсь, в этот раз точно так же будет думаться, что ерунда, но по факту будет, наверное, что-то интересное. Сейчас мы перейдем на перкуссию. Я запишу. У меня есть пару экзотических экземпляров. Такие, как колокольчики, треугольники, всякие клэпы такие интересные. Я это все дело запишу. И потом запишу вот тот вот джемби. И попытаюсь с ним чуть поэкспериментировать. И, возможно, я также буду это использовать для того, чтобы разбавить звук синтезаторов. Вот такой вот живой акустической, или, как правильно сказать, инструментальной перкуссией, наверное, так. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, если не получится, ничего страшного. Буду использовать только основные звуки, наверное. Еще хочу упомянуть то, что у меня нет тут кика, то есть нет бочки. Бочку я все-таки использую электронную. У меня есть Jomax M-Bass. Это основной мой кик. Я использую его везде. Даже когда я использую драм-машины, там, Rolando 909 и 808-й. Бочку все равно использую от Jomax. Мне очень нравится, как ее можно настроить под себя. И мне нравится, как она звучит. Я люблю очень низкую бочку. Бочку для этого кита также я буду использовать именно с Jomax модуля. Я люблю очень низкую бочку. Ну что же, все звуки я записал. У меня теперь есть набор из различных звуков, которые я могу превратить в свой персональный кит. Это барабаны, перкуссия. И я буду это превращать в такие вот длинные кусочки с различными ваншотами, которые вот этот вот битбокс микро будет воспроизводить, когда я буду подавать на него какую-то миди-секвенцию. Подавать я буду с помощью K-Step Pro. У нее есть возможность сделать драм-секвенцию. По миди как раз-таки я и пускаю этот сигнал для этого модуля. И у меня будет такая уникальная, с моими персональными звуками, драм-машина. Итак, у меня получился вот такой набор из сэмплов. Один из вариантов хай-хета. Это райд. Еще райд. Случит как крэш. Джемби. В общем, я сделал их все на самом деле пока стерео и не обрабатывал никим компрессором, просто сделал нормализацию на 0 дБ. Попробую использовать пока оригинальную динамику. Беру флешку из модуля и загружаю просто в корень, прям папку целую с моими заготовками. Создаю новый проект. Вот они, все эти папки, которые у меня есть на флешке. Сюда я положу кик. Он находится у меня вот в этой папке. С сэмплами от Роунда. Есть с компрессией и есть без. Возьму этот с компрессией. И все, я могу уже играть его просто клавиатурой. Ну, а в другие слоты я добавлю сэмплы, которые записывал только что. Вот они. В общем, добавил на 4 слота, 4 звука, и теперь могу ими играть с помощью меди-клавиатуры. Я настроил таким образом, что когда я нажимаю клавишу, то модуль воспроизводит не один сэмпл, а выбирает в рандомном порядке один из сэмплов, который есть у меня на аудиофайле. Набросал небольшой паттерн. Как вы можете заметить, то он звучит довольно динамично. Хотя здесь нет никакой невелосити пока, нету неогибающей. Модуль просто воспроизводит в рандомном порядке один из ваншотов, который располагается на аудиодорожке. Можем отправить на эффекты. В общем-то, про этот модуль на самом деле стоит снять отдельное видео. Я думаю, что обязательно я это сделаю в рамках модулярных бульней. Если вы внимательно посмотрите на верхнюю полосу, то видно, как модуль хватает в рандомном порядке сэмпл. То в середине, то в начале схватит, то еще где-нибудь. Вот, в принципе, то, что я хотел получить от этой записи. В музыке нету точных правил, если это, конечно, не какие-то математические или физические расчеты, где, например, запись важна, то есть нельзя там перегружать, когда у вас нет такой художественной задачи. Микрофон я вроде не перегружал, пару раз он клиповал, конечно, от того, что я близко располагал инструменты. Но я потом перезаписывал, и все остановилось снова на свои места. Запас у этих записей должен быть, и я думаю, что я смогу с ними что-то сделать. Потом я их приведу в порядок на компьютере. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписались. Ну и также здорово, если видео вам казалось полезным, или оно вдохновило вас на создание музыки. Если это так, обязательно напишите об этом в комментариях для того, чтобы оказать обратную связь. Для меня это важно. Ну и до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...